что сегодня будет происходить сегодня будет происходить лекторий натали привет дорогая я тебя поздравляю что сегодня я расскажу сегодня я расскажу по поводу йоги по поводу артем привет аня привет по поводу составления практики по поводу это конечно касается и тебе шалом добрый человек это касается конечно же самостоятельной практики использовать йогу как инструмент как инструмент самосовершенствования как инструмент прогнозируемых своих состояний или прогнозирования до состояний как инструмент простройки какой-то жизни да не какой-то а хорошей жизни и собственно двигание ну так скажем не просто в потоке да все таки имея какое-то весло которым можно в этом потоке как-то лавировать итак всем еще раз привет я думаю что будут нас почти две минуты эфира я думаю можно начинать немножко про то что я узнал увидел у различных учителей то есть что обычно делают люди что обычно делают мастера йоги то есть различные да то есть там допустим аштанга винятся у нее глубокая физическая проработка достаточно прикольные штуки нацелены и там каждая серия на свои какие-то цели на там физика потом там эмоции там суставы и так далее и тому подобное что делает там сидерский до сидерский дел это свои по вообще выйти в воздухе то есть там программирует там пространство вокруг себя и так далее и тому подобное то есть там сережа сидорцов у него интегральный тренинг он делает кресты потом наклонные диагональные кресты с ротацией то есть он как бы делает вокруг какого-то ну вокруг центра некую сферу да все это прикольно все это классно все это рабочие инструменты но но допустим читая книгу сатьянанда сарасвати до читая допустим парамаханса йогананду сатьянанда сарасвати у него есть очень прикольная книга крия йога вот рассказывает и дает очень серьезные алгоритмы парамаханса йогананда вообще до пишет о крия йоги и собственно имея имея посвящение в практику в айдыхе тантра то есть у меня есть там первые ступени крия йоги но я там официально официально тантрик официально посвящен в тантрические методы везде здесь одно и то же везде проработка центров центров собственно до которые мы все знаем ну кто-то работает с верхним кто-то не работает первые ступени как бы останавливается на 1 6 центр и везде скажем так ну вот высших ступенях йоги ну сейчас допустим само слово чакра да само слово там по чакровый но вызывает у человека разумного у человека интеллектуально развитого нет некое отторжение да то есть его замусолили до такого неприятного а до какого-то мозоли на языке такой чакры о боже можно пойду привет привет оля привет привет маш поэтому я буду использовать терминологию просто там допустим назовем это центр до энергетические центры неважно и я хочу сказать что в криве йоги что в тантре что везде идет прокачка центрального канала и собственно составление практики идет вокруг этого вектора и все то есть всевозможные как бы телодвижения прекрасны они прикладные они там очень много для чего нужны но все сводится к по чакровой проработки и все понимаете и допустим кто-то из мастеров достаточно пренебрежительно относится к по чакровой проработки и это типа начальный уровень ну я бы поспорил не буду спорить не дай бог вот но по большому счету практики традиционные которые много тысяч лет говорят об обратно потому что по чакровая практика это смысл и скажем так прости господи эссенция на всех вещей то есть и даже если взять почитать шалендру шарму которые приоткрывают завесы таинства крия йоги он рассказывает что собственно одну он кар крия по моему там уже идет не по чакрова но по большому счету три ступени крия йоги идут там центром да то есть первый брахма вишну и ишива внизу да даже не просто центры как это замки по моему замок брахмы это когда человек понимает что он не тело да он гораздо больше замок вишну он понимает что это как бы есть еще пустота есть материя есть пустота да и сознание и вишну и шива вернее это муладхара опора всего муладхара грандхипхена говорит о шалендра шарма что собственно осознание времени постигается собственно третья ступень крия йоги человек достигает полного освобождения я это к чему да я к тому что все двигается вокруг по чакрова алгоритма по крайней мере высших ступенях йоги и я сделал такое достаточно смелая но не то что смелая а такое не просто предположение до из практики вывел что по большому счету если двигаться в практике по этому же алгоритму достигаются удивительные штуки да то есть позанимавшись различными практиками наиболее глубокие составе наиболее быстрые какие-то эффекты но эффекты их сложно сказать да там какой эффект от йоги я стал умнее да куда же нет но по большому счету кто практикует кто практикует давно понимает о чем я говорю да да то есть меняется не просто качество жизни меняется скорость жизни меняется все да и меняется качественно то есть мы принципе вроде бы как и продолжаем делать то же самое но понимаем в этом гораздо больше вот и по чакровый алгоритм по большому счету о васенька привет но по большому счету он является вот и не только по моему мнению центром и основным алгоритмом проработки ну опять же то есть там говоря о там уважаемых мной практиках уважаемых мной учителях и так далее но я не видел еще ни одного просветленного занимающийся занимающегося там и интегральным тренингом и йогой 23 йога воркаут систем и аштанга виньяса йога и так далее я видел людей которые дошли до конца этого метода допустим тот же аштанга виньяса йога там известный товарищ по моему он британец по рождению марк дарби до который там восемьдесят шесть лет там восемьдесят шесть мостов делает и что он да сделал он поехал к шейлиандра шарми получил посвящение вот такую вот дракшу и практикует крия йогу это о чем то говорить да и собственно я постарался но он так само получилось то есть я занимался различными методами но после посвящения в школу в раману джасом продаю лакшми натха сам продаю в ученики деврах и бабы с нашим гуру джи дэв дасом джи махараджи который на реке ему на сейчас находится у которого ашрам мы общаемся там с джай это переводчик и собственно ну условно можно назвать доверенное лицо это моя буру сестра вот ощущение и методы они все равно вот все это там несешь несешь пробуешь там применяешь на себя то есть там по алгоритмам сереже сидорцова я занимался долго и все равно она вытекает в по чакровость а теперь по центровость до по центровка а теперь давайте разберемся а еще книга с вами слияние с шивой то есть это открыто и доступная мистерия шивоицкой тантры я ее выложу она помочь есть я отдельный пост для нее сделать она тоже про чакровый алгоритм сна можно бесконечно учить алфавит можно бесконечно учить там всевозможные по можно сразу это не бросая этому обучаться приступить к сути к соли да к тому к чему приводят все эти мечты вот теперь по центрам да что за центры что за такие чакры да что штуки такие непонятные да то есть но не ну для мной это не какой-то текст написанный в книжке а уже данность и они вместе с опытом которыми они пользуются восточный вообще восточный взгляд на человека это медицина отдельных частей да это попытка и не просто попытка очень удачная попытка и много в ней что работает безотказно супротив нашей традиционной медицины хотя я не против я не выступаю внимание против традиционной медицины я уважаю достижение цилизации и не рекомендую идти выбросить все телефоны идти в лес рубить дрова можно сделать это там выходной а потом вернуться и так далее вот и собственно рассматривать человека как цельная структура и если посмотреть там почитать аюрведические книги и сразу брать какие-то серьезные серьезную литературу причем переведенную лингвистами да не товарищами которые владеют не просто языком а методой да а просто лингвисты которые переводят даже не литературный а скорее пытаются буквальный перевод сделать книги какой-нибудь по аюрведе в голове начинается полный бардак да в принципе как и литература там по йоге и так далее но если взять допустим достаточно сложно сравнивать высшую математику уже йогу хотя есть некоторые параллели но допустим если взять там человек готовлен у неподготовленному и там допустим перевести ну взять и прочитать там бухгольца или какого-нибудь черт побери даже с канаве там какой-нибудь там за для восьмого для девятого для десятого класса человека которыми не занимался математик я думаю что у него в голове ничего не будет кроме какой-то и вопрошение доколе и зачем ну примерно та же ситуация поэтому здесь нужно начинать с чего нужно начинать сначала и и воспринимать это не как нагромождение это абракадабры каких-то сказок каких-то мистерий а все-таки попытаться врубиться в этот терминологический аппарат начинаются чудеса начинается совершенно другая работа начинается совершенно другое ощущение не просто от практики да а даже не не ощущение а инструмент корректирования состояния фирмирования физической активности отдыха какого-то здоровья там и так далее и тому подобное потому что ну вообще споры в мире происходят из-за разницы терминологического аппарата здесь как бы это не надо воспринимать там вот стихия огня и мы там думаю блин ну что за там чувак и там в себе там внутри какой-то огонь ну что за да а если это взять то есть огонь как деятельность да огонь как основная сила действия да то есть это как бы не в прямом смысле мы спичку зажгли да и держим а то есть условно в переносном когда это сила деятельности да когда это там тоже воля и так далее то начинается совершенно другая песня да и я очень рекомендую еще почитать шайлендру шарму бхагавадгиту мне все говорят ой да мы читали вы читали в комментариях с вами про тху прабхупады до которую со всей дури на улицах пытаются разнести товарищи которые называют себя кришнаитами да собственно сам кришнаизм явление достаточно странная и для самой индии не очень ну не очень традиционная да там потому что в индусе и там все знают кришну все его любят но никто не бегает с кришном и не говорит что все остальные должны пятки целовать ну как-то ну это не совсем это так и как бы индийцы просто там когда общаются с кришнаитами они там о боже да есть там такая даже жуткая шутка что ну какая не жуткая мрачная шутка что вот была авария погибли двое один местный второй кришнаит то есть среди индийцев особенно индусов кришнаитов фактически нет вот суть не в этом суть в том что давайте оставим это все и перейдем к центрам перейдем к практике перейдем к состав к составлению перейдем в таком расшифровке языка до йога аюрведического то есть опять же не опускаясь в какую-то ритуальную догматику не опускаясь какие-то там лунных зайцев и какого-то там ретроградного меркурия который тоже там люди с этим носятся не понимая нахрена это надо вообще и принципе натальная карта это прекрасно но там большими буквами сразу я пытался читать книги по астрономии это не мое не бедни по астрономии простите пара по астрологии джиотишу но там самой известной тиражируемой книги во втором абзаце написано если вы занимаетесь йоги вам не нужна астрология это все что я знаю в астрологии в принципе мне этого достаточно вот и так центры центры можно насчитать то есть я начну сразу с нескольких сторон и собственно чтобы было понятно почему центры почему собственно такая такой упор на них и почему такое построение практики значит центров которые прорабатываются по крайней мере в хатха йоги их 66 это можно условно распределить их на позвоночнике то есть это копчик это крестец это пупок до который на позвоночнике это сердечный центр горловой и центр головы между лбом и затылком так прям вот ну если взять по серединке да то есть продолжить шею то где-то здесь дальше хатха йога убирая болезни из тела решает проблемы с психикой проблемы с триггерами поведения проблемы с поведенческими что сие означает то есть в принципе тело ни для кого не секрет что тело это карта наш и да и мы с помощью ума с помощью воли нашей да нет никакой божьей воли кроме силы воли это и есть в божья воля вот как говорят йоги вот то есть йога и айурведа проводит параллель между центрами наличием болезней и болезни болезни и наличием проблем в поведении собственно у них везде тошнество подробнее первый центр муладхара опора всего да то есть в районе копчика в районе промежности и так далее то есть собственно он и первые последние по большому счету то есть это начало всего это начало жизни начало силы если там присутствуют какие-то болезни да там не дай бог какой-то там геморрой там трещины то есть там какие-то там проблемы вокруг этого центра это значит одно то есть проблемы проблемы это страхи блокируется сила жизненной энергии и так далее и собственно есть куча упражнений которые на физическом уровне до исправляют эти недостатки соответственно решается вопрос со страхами мы их преодолеваем и так далее то есть и как бы силы появляются дальше это там второй центр это район крестца так называемая свадхистхана свадхистхана это толстый кишечник и если там болезни толстого кишечника там полипы там и так далее вся вот это вот я не буду их перечислять я не медик могу навалить там кучу всего терминологически неправильного и я не буду этого делать но толстый кишечник собственно это если там не дай бог есть вокруг этого болезни то это означает чувство вины стыд какой-то да и что он блокирует блокирует сексуальную энергию блокирует вдохновение блокирует творчество то есть мы допустим там да на свадхистхану что у нас есть это там всевозможные наклоны это там отжимания планки наклоны причем с полу лотосом когда пятки упираются в живот и так далее все наклоны это свадхистхан убирая до массируя постоянно этот кишечник убирая оттуда болезни мы решаем вот такие вещи в своих паттернах поведения в своих своей жизни и это опять же то есть я вот сейчас сделаю оговорку йога не нуждается в вере ни в чей не нужно там верить в это йога это инструмент и он стоит немножко подаль от религии несмотря на то что да я весь там татуированный там индийским пантеоном несмотря на то что я являюсь учеником до деврах и бабы я глубоко в мистериях я в традиции при этом при всем я утверждаю что йога ну не очень далека но она совсем не параллельно религии совсем ей не нужно не вера не не черт побери ничего там не воля ничья да то есть йога это инструмент само совершенствование самокопания само улучшение самоэволюции и как бы здесь из опыта уже я понимаю что ну вот эти вот алгоритмы которые я говорю они уже рабочие они это не просто где-то я начитался это уже я получил не только обратную связь от своего тела но и от обратную связь от многих практикующих алоха дарина однозначно алоха а вот дальше поехали пупок до пупок тонкий кишечник там желудок уже начинается да то есть там луковица 12 перстные так далее это характер характер допустим задавленный или не задавлен это даже не страхи это собственно вот это вот воля или безволия да и собственно пупок центр огня это сила воли и убирание болезни отсюда это позволение силе воли раскрыться до в нашей жизни раскрыться в нашей сущности раскрыться в нашей личности то есть уметь пользоваться отточить этот инструмент дальше анахата а манипура анахата сердечный центр это там желудок пищевод и так далее изжога до гнев гнев то что блокирует любовь то что открывает и любовь не в смысле там кого-то любить а в смысле любовь в несколько более широком понятии то есть любовь сначала даже к самому себе да то есть принятие себя непостоянная злоба там на все подряд да на какую-то ситуацию на каких-то на людей на себя но на все подряд там и вообще падал снег и в процессе иссяк потому что блин все у нас тогда то есть нет если ты просто берешь это условие уравнения и тебе их надо решить при этом при всем то есть если любовь к ситуации любовь к себе любовь к тому что происходит то есть это как бы вот открывается да именно здесь и собственно когда мы убираем изжоги когда мы убираем на физическом уровне болезни это аукается и на паттерн и поведение горловой центр вишутха или балансы а я потом еще пройдусь по упражнениям то есть горловой центр блокировка это вранье причем вранье любого свойства там вот абсолютно если мы говорим неправду ртом своим да то есть это вранье работа политика неважно то есть там магазин там милиционер если врет смотря на политинформацию сейчас в мире просто диву даешься насколько люди вообще занимаются чепухой суть в том что блокировка это происходит мы нет не врубаемся что происходит да у нас нет трезвой оценки ситуации если взять вообще погрузиться в такую ну черт побери в мифологию так далее до шива когда когда появился хала хала яд который раз разъедал всю вселенную шива его выпил и у него стало синее горло так вот этот яд это ложь это неправда я неправда и шива его выпил и здесь синим горлом тихо и соответственно то есть середина здесь ну собственно да то есть это еще и горловой цель это еще и речевой центр да еще такой центр сарасвати когда сила слова становится она фактически там пророческая до слова как вообще монумент сказал стопудово значит будет так то есть если ваши слова все время не сбывают все происходит наоборот значит есть повод задуматься где то есть проблема утечка и так далее где то есть или что-то в этом духе да и соответственно то есть последний прорабатываем именно в практике центр то есть это аджна середина головы с точки зрения человека религиозного это можно назвать божественным присутствием с точки зрения агностика это собственно состояние сверхсознания это интуиция и так далее и тому подобное вот если это быстро по центрам теперь да теперь какие упражнения какие упражнения можно делать ну там на тот или иной центр вообще какие упражнения прорабатывают тот или центр самый нижний муладхара основание копчика это любые растяжки любые приседания любые да и триконасаны вирабхадрасаны и все 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 что мы делаем на ноги включая приседания да то есть это нижний центр и в принципе как бы 2 свадхист хана это наклоны да наклон говорил то есть полу лотосами то есть все все возможные наклоны это второй центр прорабатывание там убирания болезней то есть там и так далее манипура пупок все упражнения на пресс плюс обязательно скрутки до скрутки все скрутки которые идут в районе как раз пупка то есть да то есть у нас массируется кишечник убирается оттуда проблем анахата то есть эти упражнения это прогибы любые прогибы до включая мосты и так далее это анахата то есть это грудной отдел сердечный центр любые любые прогибы вишутха это либо балансы такие сложные балансы либо перевернутые положения когда подбородок груди это сарвангасана да и верхний центр это ну либо массаж головы то есть да то есть когда мы делаем там в практике всевозможные там и простукивание и так далее там кора головного мозга мы уделяем время коре головного мозга и голове и все перевернуты то есть грубо говоря все стойки на руках всех шершасаны все забыл там как называется скорпионы там и так далее там вот все перевернуто когда голова вниз ноги вверху это на верхний центр вот такие вот вещи и собственно любые упражнения даже которые не являются асанами если они составлены в алгоритме соответственно они являются йогой причем серьезной кайфовой действенной очень эффективной практикой вот и все и собственно универсальная алгоритмика универсальная такая причем она как бы и простая но при этом при всем она ну я уже говорил да про высшие ступени йоги она и сама цель да то есть проработки этого всего собственно именно по центровая по чакровая проработка дальше идет алгоритмика это вот просто особенно полезно тем кто преподает кто сам практикует кому эта штука интересна и кто пытается понять что вообще с этим делать да потому что по большому счету есть много людей которые знают асаны умеют их делать а чё с ними дальше делать то есть стоят и что-то там делают там называют этот потоком но как бы я бы поспорил что это это не совсем поток иногда у нас тело делает то что ему кайф да тот же танец но это не значит что он что-то там сильно прорабатывает это значит то что он обходит острые углы да иногда особенно психика так устроена что паттерн если есть какая-то проблема то психика ее обходит и даже не видит да то есть и собственно в йоге есть такой постулат что надо делать то что не получается совсем да и вот именно там будет прогресс значит это будет максимальный прогресс и именно там есть проблема поэтому просто что-то там делать какие-то асаны просто там потому что вот так захотела там левая пятка ну я считаю это ну это прикольно но толку в этом немного это мое мнение то есть здесь как бы она может не совпадать вообще не стим да что имеют то и говорю опять же то что взято из опыта я пробовал по всякому вот дальше поехали дальше и собственно составление практики да то есть восходящий нисходящий полярные алгоритмы что сие означает то есть принципе на выходе после на выходе после практики можно спрогнозировать некий образ мышления образ жизни и вообще такое целеполагание да что нам нужно нам нужно думать о высоком нам нужно развиваться нам нужно как бы стремиться вверх или у нас допустим есть сейчас задачи с кем-то побороться у нас серьезные переговоры по бизнесу нам нужно заземлиться нам нужно стать сильнее и как бы выдержать удар да либо у нас наоборот нас раздергали во все стороны нам нужно успокоиться потому что уже ну спасу нет да то есть вот три состояния с которыми там универсальная алгоритмика всегда работает соответственно это восходящий нисходящий полярные алгоритмы да то есть восходящий мы строим физкультурную до физкультурную практику мы строим снизу вверх да то есть начиная с приседаний потом наклоны пресс скрутки прогибы балансы стойки на руках восходящий алгоритм практики на выходе получаем такое устремление вверх стремление как бы к высокому эволюции и так далее плюс ко всему места потом нисходящий да то есть нисходящий мы соответственно заканчиваем шпагатами или приседаниями мы углубляемся мы становимся как бы мы так погружаемся в поле наших инстинктов мы становимся более такими ну как бы это сказать менее чувствительными это важно то есть не просто какими-то подтупленными да а именно мы убираем чувствительность вниз при этом при всем как бы ну как как стероид да он что-то берет что-то дает да то есть здесь тоже самое здесь мы жертвуем некой тонкой чувственностью ради собирания себя в кулак и полярная то есть это не сверх низ вверх середина ой нет низ низ вверх низ вверх середина середина то есть это приседание стойки на руках наклоны балансы пресс прогиб да и на выходе мы имеем шанти-шанти успокоение там и так далее и тому подобное здесь если есть запрос по поводу каких-то проблемных зон можно остановиться на чем-то в этих алгоритмах остановиться на чем-то отдельно то есть грубо говоря проработать низ а здесь там пройтись потихонечку или наоборот мы сверху вниз идем и заканчиваем на очень много упражнений или допустим у нас есть проблема с прогибами или допустим там проблема с речью и так далее мы делаем максимальное количество либо повторений либо фиксации на какой-нибудь центр в этом алгоритме можно закончить я думаю можно закончить на отдельном центре я так особо не пробовал я старался делать все-таки прорабатывать их все вот здесь естественно это все можно делить на под уровни то есть это динамика динамика там грубо говоря вроде бы и асаны но не слишком много повторений дыханий там динамические упражнения какие-то да там виньяс больше можно добавлять физкультуру то есть это прям вот прям физкультурные упражнения то есть у нас есть там по пятницам делаем такие практики можно делать исключительно статику тоже офигенное ощущение тоже офигенный совершенно меняется там ощущение и в теле и в жизни и так далее то есть так дальше уже вариации идут бесконечные но но важность восходящий нисходящий и полярный орган алгоритм который заканчивается на прогибах вот я думаю что ну вот для практики условно физкультурной ну этого более чем достаточно дальше работа уже прям с глубинами сознания глубинами психики убирания триггеров и так далее дальше идут уже праная мы и идет дальше традиция идет уже крия йога идет уже тантра идет уже ну нужно искать товарища который будет тебя вести возьмет там за ручку и поведет тебя да то есть и это важно потому что как бы здесь можно замечательно построить там свое бентли там свой мерседес и так далее но куда на нем поехать вопрос да то есть и здесь как бы для чего нужен проводник если бы он был не нужен он был бы не нужен а так уже тысячелетиями отточенные методы когда один товарищ который показывает до человек с фонарем показывает куда надо идти и он отслеживает состояние отслеживает как бы на абсолютно на разных уровнях твое состояние и если что тебя направляет говорит вот так не надо так надо и так далее ну собственно это и есть учитель ученик да поэтому здесь опять же выбор традиции опять же выбор направление здесь это у каждого я думаю своя история но вы должны понимать что допустим вот сейчас там при всем моем глубочайшем уважении там к шарату джойсу он там себя объявил парамагуру но парампара это все-таки школа йоги где есть просветленные люди и они этому обучают а таштанга веняса йоги еще ни одного просветленного не было да то есть если даже взглянуть на потапхи джойса и на янгара да у янгара здесь трезубец был дал потапхи джойса три линии да то есть это вот вот это они уже условно в религиозных но это не религиозные там мистерии да вот это уже школы йоги и они к штанга веняса йоги или к йоги а янгара извините но не имеют никакого отношения вот совсем и вообще как бы школа йоги это не удержание а сам это уже совершенно другие механизмы я не призываю там петь бхаджаны там круглые сутки орать там мантры хором то есть это как бы тоже речь не об этом то есть помните да есть очень хорошая фраза толпой к богу никто не ходит эта работа одного человека индивидуума с самим собой никто не нужен и вообще как бы да когда этот 3 3 ступень развития личности когда ты понимаешь что для встречи там с богом с пустотой там неважно со вселенной с бесконечностью тебе не нужен ты еще это твоя ответственность это твоя работа инструмент тебе могут дать а работа только твоя вот и собственно по поводу центров по поводу алгоритмики практики я сказал по поводу выбора центра но опять же то есть да здесь совершенно не обязательно это все выводить допустим если личная практика если есть какие-то проблемы они совершенно ну какого-то интимного характера совершенно не обязательно их обнародовать там и так далее личная практика она по большому счету почему она личная да то есть она как раз таки базируется на проработке каких-то личных проблем да то есть человек знает у него вот в этом есть проблема и вот сюда надо убить сюда надо аккуратно там бить аккуратно да с этим надо работать с этим надо это надо прорабатывать вот еще раз да сходящий нисходящий полярный алгоритм и я надеюсь что эта информация для по крайней мере товарищей которые практикуют очень было но если она не была известна это она поможет особенно людям которые умеют удерживать тело в пространстве умеют пользоваться асанами и алгоритмами как бы людей которые не пользуются по чакраме до алгоритмикой после этой лекции хотя бы попробуют и вынесут свое да какой-то резюме из этого опять же я призываю всех то есть мое мнение это мое мнение это мнение алексея соловьева или мнение там у меня духовное имя шивананда даст то есть это моя практика мои ощущения мои учителя и то что я из этого вынес это совершенно не обязательно должно быть вбитым гвоздем в чью-то голову да то есть это есть опыт если хотите он вот такой у каждого он свой и я призываю всегда не отключать критику прочувствовать сделать это и иметь свое мнение то есть это вот самое важное потому что в основном я наблюдаю вот так надо делать ну дело если у меня вот есть такой опыт вот вот он вот такой вот я решил кучу кучу всего там своих проблем вот именно вот так и этот метод там вытек из многочасовых и многолетних занятиях и занятий и я могу сказать что я не буду даже озвучивать сколько болезней перемолол да с помощью практики переплавил их к черту вообще а кто меня знает давно знает перипетии моей жизни там и сколько сотрясений мозга и так далее сколько швов вообще на всем теле сколько переломов было но речь не об этом хотя об этом тоже вот и я еще скажу пару слов то есть обязательно в своем ну то есть в нашем вернее йога йога вы точка клуб йога вы . club да мы сейчас делаем ударовик асака крию ударовик асака крия это продышка по центрам то есть я ее вел и на регулярных занятиях и веду сейчас то есть в онлайне в нашем закрытом клубе то есть это основная открытая практика нашей школы и является таким оглавлением к практике да в принципе в принципе то есть вот продышки и да не за что очень рад тебя видеть ну пусть онлайн но хотя бы так вот ударовик асака крия собственно мне кажется мне кажется да то есть что это работает на каком-то информационном слое нашего тела и мы с помощью дыхания и воображения даем изнутри себе команду что у нас все хорошо и как бы мы с этим не спорили а нлп если бы она не работала не было бы такого да даже термина нейролингвинистическое программирование она однако однако она есть да и действует даже на людей которые там ведут совершенно не йогический мягко скажем образ жизни кать ну да пересмотрите здесь я прям ну она вам очень много что знакомо будет но структурируется в голове то есть я там что-то новое сказал что-то старое повторил и так далее вот поэтому здесь когда мы работаем со словами работаем со звуками с дыханием с воображением еще и с телом замками то есть это все она как бы ну все что есть она выдается в одну как бы точку в один результат то есть мы представляете насколько это будет концентрировано да все эти усилия собраны в одну там точку вот и ударове касака в принципе продышки виньяс и сурья намаскар там или чандра или притхи и там ударове касака можно условно назвать вообще самостоятельной отдельной практикой после которой уже там уже можно что-то делать а можно уже и не делать да то есть такой мастхед но конечно лучше делать конечно там просто одной ударове касакой далеко вперед не убежишь поэтому нам нужно и тело нам нужно суставы нам нужно все это прорабатывать все это делать но в том алгоритме в котором я рассказывал вот напоминаю что всего лишь тысяча рублей стоит 4 недели в нашем клубе у нас четыре занятия в неделю веду я то есть этот понедельник среда пятница 8 утра с 8 где-то до начала десятого в субботу у нас про на ямы где-то минут 40-50 урок про на ям и после праздников к нам добавятся еще несколько моих гуру сестер я думаю что нас будет человека 3-4 потом 5 может быть там до 10 инструкторов клубе мы на собираем у нас будет совершенно различные взгляды совершенно различные практики но этим я думаю мы будем интересны и сильны маринка ты бы пришла уже елы-палы знали же куда приходить все всем спасибо большое надеюсь вам было очень ну может если не очень по по крайней мере хотя бы не скучно а если полезно так вообще круто как там в этом ставьте лайки подписывайтесь на канал в общем спасибо большое друзья до встречи на ковриках ну что у нас завтра и угол и точка клуб у нас занятие 8 утра я думаю что будет нисходящая физкультура я думаю что будет нисходящая физкультура